Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня новый формат на 24-м канале и в украинском, и на моём канале. Мы сегодня разбираем последствия, так сказать, события, которое произошло 14 декабря 2023 года, а именно четырёхчасовую конференцию, пресс-конференцию, спаянную вместе с прямой линией так называемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Меня зовут Сергей Жирнов, я, Саша, офицер нелегальной разведки КГБ СССР и службы внешней разведки Российской Федерации. 20 лет, уже больше 20 лет проживаю во Франции, являюсь политическим беженцем, писателем, журналистом и блогером. И вот сегодня у нас такой формат. Всем предлагаю сразу поставить свой лайк под этим нашим эфиром на 24-м канале. Если вы смотрите на моём канале, то на моём канале. Подписаться, соответственно, на наши каналы и начинаем наш эфир. Положительно сказывается на его развитии, в том числе положительно сказывается на отношении нашего населения к президенту. В том числе и моего отношения, если честно. Мы все поддерживаем ваше решение выдвинуться в следующем году на выборы. Потому что, сколько я себя помню, вы всегда в власти, можно и так сказать. Спасибо большое. Очень интересный получился вопрос у этого молодого человека из Магадана. Ему 22 года, то есть практически он вырос при Путине. Он говорит, что я никого, кроме вас, не видел. И поэтому никакого смысла нам нет менять этого президента, и поэтому можете идти дальше. Это было очень смешно, потому что вместо того, чтобы сказать, вот я вместо вас никого не видел, кроме вас никого не видел, теперь пора бы уже кому-нибудь новенькому сесть на ваше место. Он говорит, ну уж если вы там 24 года сидите, то и продолжайте столько, сколько будете сидеть. Очень странная логика у этого молодого человека. Носитель дешевый белок. И, в общем, популярный он, граждан. Я сам с удовольствием яичностью ем. В свое время вообще-то мог 10 сразу с утра навернуть. Но что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Нет, первое. Второе, вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии, совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему отметил. Абсолютно честно говорю, это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших есть проблемы. Да, оказалось, по Владимиру Путину, что у граждан проблемы с яйцами. Но мы все понимаем, что проблемы с яйцами – это главное у Путина. Он никогда, кстати, не соглашается, не признает собственные ошибки. И у него всегда ошибки чили-другие. Поэтому даже он, когда говорил, вот получилось, так получилось, это имеется в виду, что министр сельского хозяйства не доработал, министр торговли не доработал, министр внешней торговли не доработал, премьер-министр не доработал. На самом деле Путин отстроил вертикаль власти, и в этой вертикали власти он отвечает за все. И поэтому, если в стране возникает проблема с яйцами, то это проблема с яйцами у Путина. Проблема есть. И я думаю, что это пробелы, которые не должны были бы быть допущены Министерством обороны. В чем заключаются проблемы? А в том, что формально-юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема. Первое. Второе. Контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались. Это главная проблема. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Да. Проблема, конечно, большая, только проблема, как всегда, у Путина. Потому что, а кто создал систему незарегистрированных, незаконных, нелегальных частных военных компаний? Вот этот самый человек, на которого мы смотрим. Но он, опять же, на себя ответственность не взял. Он не рассказал про Пригожина, с которым он создавал главную частную военную компанию «Вагнер». И потом с этой компанией стали брать примеры некоторые другие. Он не сказал, что эту частную компанию создало государственное предприятие, которое называется «Министерство обороны», «Генеральный штаб», «Главное разведное управление». С его подачи, с его разрешения. Он сам, кстати, в июне месяце после Пригожинского мятежа нам рассказал, что государство незаконно финансировало эту частную военную компанию. А теперь он говорит, что вот у вас невозможные проблемы, потому что мы все делали незаконно. У нас в Уголовном кодексе это предусмотрено за это большие сроки. И вместо того, чтобы всех пересажать, мы теперь будем легализовывать тех, кто худо-бедно работал на эти частные военные компании. Вот такая легализованная и, так сказать, юридическая система у юриста Путина. Вы знаете сколько? Почти две тысячи километров. Две тысячи километров. И, конечно, наверное, не наверное, а точно совершенно не везде все вовремя поставляется. Конечно, не везде вовремя все поставляется. Надо было думать об этом, Володя, когда ты затевал войну. Вот когда меня спрашивали накануне этой войны, будет ли она? Я отвечал, не будет, потому что к ней Российская Федерация не подготовлена. Тогда, кстати, фронт был растянут даже на три тысячи километров. А теперь он на него растянут на две тысячи километров. И поэтому там сконцентрировано 617 тысяч, по его признанию солдат и офицеров. И, конечно, они плохо. Вся идет поставка. Тыл не подготовлен, ничего не сделано. И поэтому Владимир Владимирович объясняет, что есть какие-то проблемы со снабжением. Но об этом в вертикали власти опять же надо было думать ему, прежде чем затевать эту войну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!